На традиционную встречу с главой региона звезды казахстанского спорта пришли, как и полагается, заранее. В чемпионате страны ФК Ак-Тубе стартовал не совсем гладко. Аким напомнил футболистам, что по-прежнему лично курируют команду и в курсе всех событий. Также глава региона напомнил, что футболисты играют прежде всего для болельщика. Ситуация сейчас складывается, так сказать, не очень хорошая. Я решил сегодня вас собрать и официально поставить задачу на сезон перед вами и, конечно, сказать слова на путьстве. И считаю, ваша задача главная играть. Играете вы в первую очередь для болельщиков, об этом вы не должны забывать. Болельщики у нас хорошие. То, что для достижения поставленных целей у аксюбинских футболистов есть все и дело остается за ними самими, спортсмены понимают. Новички уже влились в коллектив. Я думаю, в этом году они нам помогут выполнить задачу на посторонние перед нами. Спасибо. Проблемы уже не делаете у вас? По выплату, по выплату, за божественную? Нет, все хорошо. В прошлый год все выполнено. Как вы считаете, в чем причина такого, на самом лучшем старте? В чем, может быть, недооценили соперника? Может быть, еще какие-то факторы? Недооценки нет. Просто, я думаю, там многие факторы поля, например, погодные условия, там холодно было, например. Начало сезона всегда так. Все равные команды. В том уже начинаются хорошие игры. Были озвучены и задачи на сезон. Сначала быть лидерами среди казахстанских команд, ну а главной же целью является попадание в групповой этап Еврокубков. Тем более, что состав команды претерпел значительные изменения. И сейчас средний возраст аксюбинского профессионального футболиста – 25 лет. В общем, молодость должна дать определенные положительные результаты, уверен глава региона. Надо набирать очки. Главная задача сейчас по итогам первого этапа – попасть в первую шестерку и постараться быть, конечно, наверху, быть в тройке. Это главная задача. А, конечно, главная наша цель в этом году – это достойное выступление в Еврокубках. Разговор на встрече шел и о поле на центральном стадионе. В ближайшие два месяца играть на нем никто не будет, ведь покрытие футбольного поля давно перестало быть обычным зеленым газоном. И в этом году оно должно предстать в виде толстого бутерброда. Руководство стадиона, наконец, взялось за дренаж. Специалисты установят трубы с прорезями сверху, задача которых будет отвести влагу за пределы площадки. В общем, лужи на футбольном поле совершенно недопустимы. Эту часть работы стоимостью в 78 миллионов бюджетных тенге доверили московским специалистам. Мы планируем работать с москвичами. Они будут дренаж отложить, они будут нам конверт выводить. Все это они взяли на себя. Ну, где-то сейчас состояние газона в Подмосковье, ну, только-только она начинает подниматься. Ну, думаю, где-то к началу мая, часа до 10, наверное, она подойдет, чтобы стереть. И там надо ждать, ну, недели хотя три, чтобы он прожил все, и к началу июня, значит, будет поле готово. Ну, а пока все игры будут проходить на стадионе Дюсыша по футболу на Есет-Батыра. Сама же встреча с футболистами, ну, по крайней мере, та часть, на которой разрешили поприсутствовать журналистам, завершилась приятными пожеланиями. Глава области пожелал команде успехов ежедневно работать над собой и обходиться без травм. Напомним, пока Ак-Тубея в чемпионате страны находится на пятом месте турнирной таблицы с семью очками. Лиза Ацакива, Канад Испагамбетов, программа «Факт». Сделаем дренаж.